Значительная часть того, что видят наши обучаемые в курсах Moodle, это тексты. И тексты должны иметь оформление, чтобы выделять ключевые смыслы, обращать внимание на какие-то важные идеи. Тексты могут быть в различных местах, в пояснениях, как здесь мы видим, в объявлениях, и в настройках курса. В настройках курса мы размещаем описание. И в этом описании мы хотим максимально понятно и четко изложить какие-то сведения для наших пользователей. Но возникает проблема, как сделать это описание компактным, как его оформить. И одним из приемов я использовал здесь аккордеон. Давайте я попробую показать. Хочу показать вот так компактно, чтобы было видно и кнопочку продолжить, и в то же время можно показать более подробную информацию. Вот именно эта подробная информация. И закрывает нижнюю кнопку, и я использую форматирование. Ну а до аккордеона мы еще дойдем, а сейчас посмотрим сам порядок работы с этим текстовым редактором. Для этого нам надо кое-что знать из теории. Обрати внимание, что каждый пользователь в своих настройках имеет возможность использования двух редакторов. Двух редакторов. Они отличаются. Существует Word, существует OpenOffice, то есть разные редакторы. Они похожи по назначению, но имеют некоторые отличия. Обрати внимание, что сейчас у меня из двух редакторов, которые имеются в Moodle, я выбрал редактор Ato. Еще есть редактор Тинни МЦЕ. В чем принципиальная разница? Почти никакой, за исключением того, что Тинни лучше работает с таблицами. Редко мы используем таблицы, но они могут быть в описании. И редактор Ato. Он более удобный. И в нем текст виден лучше. В Тинни будет он более тонкий, к сожалению. Давайте я сейчас это сохраню. То, что стоит по умолчанию в Moodle. И покажу, в чем разница. Вот я сохранил этот редактор в своих настройках, обращая внимание. У каждого они могут отличаться. И вот теперь мы видим интерфейс Тинни. Вот он загружается постепенно. Вот он. Первое, что нас начинает напрягать, это отсутствие кнопок. Для редактирования. Поэтому обратите внимание, что если вы хотите увидеть кнопки редактирования шрифтов, они находятся вот здесь, в нижней панели. Вот так скрываются и открываются. И тогда ваш текст вы можете редактировать. Какие есть основные функции редактирования? Просто напомню. Допустим, есть какой-то текст. И вы хотите его сделать жирным. Вот так. Курсивом. Вот так. Размер. Вот так. Шрифт поменять. Вот так. Не рекомендую использовать такие засечки. Такие красоты. Они больше годятся для каких-то других случаев. Например, Times New Roman тоже плохо читается на веб-страницах. Оставляйте всегда. Errol это самый читаемый на веб-страницах текст. Шрифт. Рекомендую его использовать. Да, еще есть форматирование заголовков крупных. Еще один способ. Но это уже понятно. Наверное, не буду об этом рассказывать. Нажимаю клавишу Ctrl-Z для отмены моих предыдущих действий. Ctrl-Z он и в Verde. Есть во всех программах Office, во многих других программах. То же самое и в Moodle. Ctrl-Z отменяет последнее действие. Ctrl-Y нажимаю сейчас. Он снова возвращает то, что я делал. Ctrl-Z в обратную сторону. Вот, пожалуй, и все, что можно рассказать про работу с текстом редактором. Хотя сюда можно еще добавить такие вещи, как установка цвета, шрифта, подсветки текста. Думаю, это тоже понятно. Размещение текста слева, справа, по центру. Это тоже, наверное, понятно. Маленькая добавка, которая нет по умолчанию в Moodle. Это вот эта кнопка полноэкранного режима, которая позволяет вам распахивать редактируемый текст во весь экран. Это очень удобно. Соответственно, чтобы вернуться обратно для сохранения, кнопка сохранения уже не видна, вам нужно выйти с полноэкранного режима и сохранить ваш текст. Ну, а теперь немного про вот этот аккордеон. Удобная вещь, коллеги. Очень удобная. Но в редакторе T не ее нет. Она есть только в редакторе Ato. Поэтому, посмотрите внимательно, я в своих настройках меняю свой редактор на Ato снова. Сохраняю. Обновляю страницу, где я провожу редактирование. Перезагружаю. И вижу совершенно другой интерфейс. Он более крупный, более четкий. Вы сейчас это увидите, разницу в тине. Он какой-то искаженный, какой-то не тот. Тут он четкий, читаемый. Поэтому, скорее всего, на вашем сайте я предложу поставить администратору. Утвердить по умолчанию для всех, ставить Ato. И вот у нас появилась вот эта гайка. Ее нет. Она есть только на этом сайте. Только в этой теме. Только в этой теме есть вот такие закладки. Вам повезло. В вашей теме есть такие закладки. Вот теперь вы можете начать играть вот с этой шестеренкой. В которой есть удивительные дополнительные короткие коды. Например, аккордеон. Как он работает. Аккордеон, как вы уже догадываетесь, это совокупность нескольких раскрывающихся таких секций, в которых есть какой-то текст. У него есть один минус. Скажу сразу, что он не позволяет форматировать вот этот текст, делать его жирным и так далее. Поэтому не факт, что вам этот аккордеон понравится сразу. Есть и другой аккордеон. Сначала давайте мы посмотрим этот. Нужно вставить заголовок. Например, цель курса. Здесь добавить вот этот текст. Текст какой-то в этом курсе. И можно, вот что здесь интересно, добавить иконочку, которая будет дополнительной иконой, дополнительным таким визуальным элементом, украшающим строчку этого аккордеона. Вам придется потратить немало времени, чтобы найти нужную вам иконочку. К сожалению, это так. Это один пункт. Это один пункт, который мы приготовили для первой строчки аккордеона. Но если вторая строчка, нужно добавить нью итем. Появилась вторая строчка. Вы редактируете, например, заголовок подробнее. И пишете тоже какой-то текст. Все. Это вы создали две строчки аккордеона. Если хотите сделать больше, нажимаете новый итем и также редактируете. В конце нужно сгенерировать эти короткие коды. Вот это называется короткие коды, которые превратятся в аккордеон. Вот они сгенерировались. А теперь нужно их вставить в ваш редактор. Вот вставились. Вот такой появился код. Не удивляйтесь, что он так вот не очень симпатично выглядит. Вот наш заголовок. Вот наш текст. Можно отредактировать. Вот здесь можно что угодно вставлять. Кстати, можно попробовать его так вот сделать жирным. Наклонным для эксперимента. Проверим, работает ли форматирование в этом аккордеончике. Этот у нас остается. И мы сохраняем это описание с применением аккордеона. Смотрим, что у нас получилось в результате. В другом браузере я всегда экспериментирую, что нужно посмотреть. Итак, мы видим, наш аккордеон сработал. Это название курса. А вот наш аккордеон. Цель курса уже раскрыта. А подробнее, вот оно происходит. Вот такое перемещение этих строчек аккордеона. Да, форматирование возможно. Да, я вас обманул. Можно делать форматирование. Еще раз посмотрим, где это можно делать в управлении, настройке курса. Можно форматировать. Сейчас дождемся. Загрузки страницы еще грузятся. Вот, когда вы этот аккордеон сформировали с этими строками, с этими короткими кодами, вот после этого вы можете ваши тексты форматировать и даже вставлять картинки. Ну, как вставлять картинки, наверное, вы знаете. С помощью кнопочки вот это вставить изображение. Естественно, оно не должно быть гигантским, иначе будет долго грузиться, и не все будет видно. Удаляю этот аккордеон. Итак, подводим итоги. Мы рассмотрели работу с редактором АТО. Мы знаем, что в настройках у каждого пользователя можно менять эти редакторы. Мы поняли, что АТО лучше. Поэтому, если вы примете решение, я поставлю по умолчанию. Не Тини, а АТО на всем сайте для всех пользователей. Еще одно уточнение. Когда вы вставляете текст из буфера Word, он всегда искажается. Поэтому, дорогие коллеги, если вы имеете отличный текст и хотите его вставить куда-либо, ну, допустим, я вот беру какую-то текстовку и хочу ее вставить куда-то. Вот я ее скопировал. Смотрите, я всегда открываю блокнот, вставляю Ctrl-V из буфера, снова выделяю Ctrl-A, снова копирую Ctrl-C, после этого возвращаюсь лавишей Alt-Tab на свой сайт и вставил Ctrl-V. Вот сейчас этот текст исключительно чистый, в нем нет никаких хвостов, его можно отлично редактировать. Поэтому здесь можно нажать, допустим, на клавишу Enter, перейти на следующую строку, и шрифт не меняется. То есть все происходит корректно. Повторяю, вам нужно вставить в блокнот, скопировать, и снова этот же текст, повторно уже взятый в буфер, вставить на страницу редактируемого элемента Moodle. Это единственный способ, чтобы работа была корректная. Весь шрифт на сайте будет однообразный после такой вставки, не будет искажаться, от него не будут никаких неприятностей. Большое спасибо за внимание. Если что не получается, обращайтесь или в техподдержку, или по почте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok